Второй раз в общей сложности и первый раз в новом году собрался сегодня Совет Старейшин при главе Чувашии. Говорили о том, что делать в нынешней экономической ситуации и какие темы хотели бы услышать в послании Михаила Игнатьева Госсовету Республики. Представители Совета Старейшин – это люди, которые пережили не один кризис. С кульбитами доллара их не напугать. Однако мир меняется. Как республика действует в нынешних условиях, старейшинам доложил министр экономического развития. Основной приоритет, который из поездки дня и звучит, это улучшение делового клиента, развитие конкуренции, для того, чтобы население наше было улучшить жизнь. Теперь о результатах. Я буквально несколько цифр назову. Сроки выдачи разрешения строительства мы довели до 10 дней. Для расстраивания плана мы утверждаем до 30 дней теперь. Минимизированы сроки прохождения согласительной процедуры. Представители Совета выслушали министра экономического развития, чья задача – тратить бюджет на развитие, а затем министра финансов, чья задача, наоборот, бюджетные средства – экономить. Посоветовали обратить внимание на значительный вывоз из региона непереработанного продовольственного сырья. Предложили несколько идей. К примеру, организовать на простаивающем агрегатном заводе производство инвалидных колясок. На рынке их стоимость нередко приравнивается к цене автомобиля. Еще одна тема заседания – предстоящее послание главы региона Госсовету Чувашия. Старейшины предложили ряд важных, по их мнению, тем. Это патриотическое воспитание молодежи и экологическая безопасность. Ольга Перышкина, Сергей Рябчиков, Республика.